К нашему эфиру присоединяется политолог, директор Международной некоммерческой организации Евразийская демократическая инициатива Питер Залмаев. Питер, рады приветствовать. Друзья, добрый вечер. Добрый. Питер, G7 в Японии, много заявлений про украинских, конкретные шаги по предоставлению помощи украинской стороне от западных партнеров. Что, как вы считаете, осталось за кулисами? В основных чертах, понятное дело, что много информации засекречено, как минимум. Ну, действительно, всегда эта информация засекречена. Ну, и, собственно, знаете, опять-таки, это уже ни для кого не секрет, как работает администрация Белого дома. И мы, в принципе-то, знали это еще несколько месяцев назад, когда Дмитрий Кулебан, украинский министр иностранных дел на конференции безопасности в Мюнхене, сказал, ребята, дело, вопрос ЛФ-16, и это всего лишь вопрос времени. Он уже, по сути, решен. Кулеба об этом говорил, получается, в феврале. Я присутствовал сам на этой встрече. То есть Америка каждый раз демонстрирует этот подход сваривания лягушки на очень медленном огне. Знаете, да, если лягушку кинуть в горячую воду, в кипяток она сразу же выпрыгнет. Если кинуть в холодную и подогревать медленно, то она сварится заживо. Ну, понятно, кто здесь эта лягушка, собственно. Ну, Джо Байден, в принципе, дал понять, что он так и действует. И даже сейчас нет окончательного уже решения, что Америка будет контента давать ЛФ-16. Это уже практически оккуплицившийся факт. Но, тем не менее, все равно речь идет о камер-союзниках. То есть это в основном Британия, Голландия и Польша. Польша уже изъявила желание и готовность проводить обучение украинских пилотов пользоваться Ф-16. Ну, и Америка, самое главное, устранила все препятствия вот к этому. То есть дала добро на использование Ф-16. То есть вот эти все разговоры о том, что Ф-16 приведут к недопустимой эскалации конфликта. Ну, вот, судя по всему, этого уже американцы не боятся. Ведь, посмотрите, некие диверсанты, которые имеют российские паспорта, пришли с украинской территории переселить границу и захватили несколько населенных пунктов Белгородской, по сути, Народной Республики. Сейчас мы, наверное, присутствуем при ее зарождении. И вот где эскалация, что может предложить Путин? Запад это видит. Запад понимает, что эскалировать Путину уже некуда. Опять-таки, в скобках оставляем вопрос ядерной эскалации. Ну, и поэтому решение принято дать Украине столько оружия, чтобы уже желательно в это контрнаступление суметь выгнать врага с ее территории. Да, это было резюме в общем коммунике по итогам встречи G7, что Украине будет предоставляться столько и гуманитарной, и военной главной помощи, сколько необходимо для ее победы. Питер, я хочу вас вот о чем спросить. Минобороны Великобритании акцентировало на том, что Россия попытается вот эти события в Белгородской Народной Республике превратить в пользу для себя, то есть как бы предстать жертвой перед миром, реализовать ту концепцию, которую они пытаются нам уже 450 дней навязать, что если бы не они первые, то вот на них бы напали. Скажите, это работа в Соединенных Штатах Америки, вот эти пропагандистские вбросы, или нет, или над ними все смеются? Как на самом деле? Ну вот, просто очень коротко ответить вопрос последнее, что вы сказали. Буквально сегодня Песков, продолжая мямлить по поводу ситуации в Белгороде, очень неудобная оппозиция, в которой он находится, учитывая, насколько это щепетильное тело, и осторожно, знаете, как с горячей картошкой, как говорят, в Америке, обращаясь с этой темой российские пропагандисты и российские СМИ, так вот он сказал, что смотрите, вот Украина на нас напала, они обвинили в этом украинские вооруженные силы, значит, да, оправдывает наше решение воевать с Украиной. То есть это такое пост-хок, эрго, хок это такая, знаете, на латыни означает, вот когда уже после факта что-то свершилось, оно оправдывает все события, которые этому предшествовали. Знаете, это, в принципе, такая вот детская логика, ну и американцы реагируют на это соответствующе. Вот буквально вчера по свежим следам, если не ошибаюсь, представитель Пентагона, или даже нет, Джейк Саллован, Джейк Саллован комментировал эту ситуацию, и знаете, просто вот не буду цитировать все, что он сказал, но суть сводится к тому, что вот что посеяли, то и пожнете. Российская Федерация начала эту агрессивную и незаконную войну, и вот, как в любой войне, целый ряд непредсказуемых событий происходят и будут происходить, аля гер, ком аля гер, как говорят наши французские коллеги. На войне, как на войне. Да, но тут очень важно подчеркнуть сразу несколько моментов. Во-первых, о том, что даже в США заявили о том, что Украина имеет право, а во-вторых, у украинских военных там нет. Поэтому в эту игру можно играть достаточно долго вдвоем и вполне себе успешно. Тут еще один момент. The Wall Street Journal опубликовал информацию, согласно которой Белый дом может в ближайшее время, предположительно понятное дело, предложить Украине вместо статуса члена в Североатлантическом альянсе некий иной статус. Это основной партнер вне НАТО. Как вы считаете, насколько подобный вариант развития событий возможен, и что это означает? Кстати, я думаю, так или иначе, это будет подготовительный, это будет такой stepping stone, то есть это уже будет последняя ступенька на пути к НАТО, если даже такие, знаете, корифе американской политики и не совсем дружественные в Украине персонажи, как Генри Киссинджер, который мы украли через несколько дней исполнится сто лет, он уже говорит, что Украина, по сути, уже по факту должна рассматриваться как член НАТО. А вспомните, что он говорил в самом начале войны, а он отметал вообще такой даже как гипотетический сценарий. Тем не менее, говорит, что, ну, учитывая, сколько положено, не только сугубо материальных вещей, как оружие, деньги и так далее, в том числе и на принятие миллионов украинских беженцев в странах западных демократии не только, а именно политический капитал и престиж в противостоянии не только с Россией, но, по сути, и с Китаем, то есть с этими двумя сейчас главными авторитариями мира. Поэтому делать просто нечего, как принять Украину. Вот просто я суммирую то, что сказал Генри Киссинджер. Украина продолжает, знаете, наставит о том, что любая другая формула, она недопустима, то есть нет альтернативы членству НАТО. Если мы говорим о неком другом альтернативном каком-то варианте, то, разумеется, здесь будет речь идти о должном количестве оружия, которое будет сопровождаться к этому статусу. Ну, я думаю, что F-16, в принципе, это они, и решение дать F-16, оно рассчитано не на непосредственно это контрнаступление, а вот именно на долгосрочные нужды безопасности Украины. Но, опять-таки, я считаю, что нужно думать именно о членстве НАТО. И вот Курт Волкер, бывший представитель США по Украине, даже вот сейчас предложил некую такую формулу, как можно принять часть Украины, опять-таки, оставив за скобками оккупированной территории, таким образом, знаете, найдя, так называемый, лупхоу, такую лазейку вокруг пятой главы коллективной безопасности НАТО, потому что иначе, по сути, вход Украины в члены НАТО будет означать непосредственно вступление НАТО в военный конфликт с Российской Федерацией. Поэтому тут нужны креативные подходы. Подобной ситуации еще в истории североатно-настического варианта не было. Я надеюсь, что будет найдена формула, по которой Украина войдет в члены НАТО, даже если, по крайней мере, на бумаге война будет продолжаться. Ведь, обратите внимание, война-то идет не с 22-го года, как мы все знаем, с 24 февраля, а с 14-го года. То есть, в таком состоянии война может продолжаться очень и очень долго. И, разумеется, Украину не устраивает какие-либо другие гарантии безопасности, нежели членство НАТО. Посмотрите, ни против одного члена НАТО Россия не ведет войну и никогда бы не вела. Поэтому, опять-таки, надежда на то, что здравый смысл здесь возобладает. Страны-члены НАТО понимают, что во многом они тоже несут ответственность за сложившуюся ситуацию, когда они поманили Украину членством еще в 2008 году на саммите в Бухаресте, как вы помните. Ну, а потом, благодаря таким политикам, как Ангела Меркель, дали заднюю. Ну, вот результат мы имеем на лицо. Да, мы сегодня с Михаилом Михайловичем подалеком как раз эту тему обсуждали, что нам нельзя вестись на вот эти стандартные схемы через получение ПДЧ и так далее, потому что там можно размывать куда угодно. Он, что там, Босния, Герцоговина, с ПДЧ с этим жили чуть ли не десятилетия. Я хочу вам вот что, какой вопрос поставить, Питер. Президент США Джо Байден в начале июля приедет в Финляндию на саммит североатлантических стран и Соединенных Штатов Америки. Ожидается, что там как раз этим жестом он покажет Российской Федерации, что будет максимальная интеграция Финляндии в североатлантический альянс. Как вы думаете, могут ли разместить какие-то базы, которые как раз Путин и называет, что в Финляндии у нас проблем нет, потому что там никаких баз не будет размещено, ни ядерного оружия, ничего, там все хорошо. Может ли Байден пойти специально на этот шаг и разместить, например, какие-нибудь ядерные хранилища именно на территории Финляндии, специально, чтобы показать Путину, кто здесь хозяин? Ну, опять-таки, во многом это будет зависеть, не во многом, а это будет полностью зависеть в первую очередь от настроения Финляндии. И вы знаете, Финляндия была страна, которая занимала уникальное место в холодной войне, будучи по-настоящему нейтральной, может быть, даже более чем нейтральной в пользу Советского Союза. Это была такая по-настоящему дружеская западная страна, дружеская Советскому Союзу. И была, по сути, под татой у Советского Союза, не шагу в сторону Европы. То есть была такая формула, название которой, это уже такой, знаете, такой политический термин – финляндизация. Вот Финляндия – это был первый пример такой финляндизации. И вот то, что финны проголосовали за член Соната, это уже сам по себе супер-беспрецедентный шаг в истории этой страны. И я думаю, что, опять-таки, не хочу сильно спекулировать, но то, как ведет себя Владимир Путин и вся агрессивная риторика от Путина, от Медведева и компании, не исключено, что финны почувствуют, что это единственная будет гарантия их безопасности многосрочной. Ну а что касается решения Байдена, во-первых, о базах говорить вполне реально. И, может быть, даже не исключено, что и о ядерном оружии. Потому что, посмотрите, это будет абсолютно паритетно. После того, как Путин заявил о планах разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, что должно останавливать Европу и США при решении сделать паритетно и разместить это оружие в Финляндии. Вопрос открытый и вопрос риторический. Кстати, закончу просто, что через неделю буквально должно закончиться строительство вот этих ядерных хранений на территории Республики Беларусь. Это оказалось очередным блефом от России, потому что ничего не происходит. Вот через неделю, потому что обещали к первому июню все это закончить. Вот ничего не произошло. Спасибо вам огромное, Питер. Спасибо. Питер Залмаев был с нами на прямой связи.